Всем привет, друзья мои! С вами я, Светлана Ата. Я занимаюсь генеральной уборкой. Вы некоторые говорите, что я с задержкой делаю видео на много дней. Посмотрите, потому что сейчас надо было видео монтировать, а я вот занялась уборкой. Видите, как моя люстра блестит вся, даже ее не видно. Вот, посмотрите, что у меня творится. Ну, я почти уже... Чуть-чуть осталось, и будет у меня готова кухня тоже. Вот я помыла пока сейчас все вот эти стены. Вот эта половина у меня готова, там готова. Сейчас осталось вот что. Пару шкафов. Осталось у меня очень мало, и я все закончу. Сейчас встала полседьмого, как всегда, на йогу позанималась. Сегодня у нас была голая йога, и медитация полчаса. Я отключилась под конец. Да, и вот с восьми часов я уже работаю. И постирала, и много чего делаю. Сейчас вот сколько времени, мне вот полдень, да? Сколько? Два или три часа сейчас. А я уже прогенерала такую огромную кухню. Вот такие вот дела. Вот что значит йога. Занимайтесь действительно. У меня и рука эта перестала болеть. Я, знаете, раньше не могла поднять руку. У меня сколиоз небольшой есть. И я не могла. И вот до сих пор у меня сейчас вот болезненное сгибание. Эту руку, пожалуйста. А вот это моя болезненная рука. И я уже могу какие-то движения делать. Раньше я не могла делать. Потому что там делают упражнения медленно, без напряжения. И на второй день тоже чувствуется, что я вчера занималась. Все, не буду отвлекаться. Мне очень много надо тел сделать. И я еще крашу яйца. Покажу сейчас. Все на ходу. Ну и тут я отварила овощи на салат нам. Ашкема уже уламываю на диетическую еду. Потому что у него тоже повышенный холестерин. Ну, чуть-чуть больше, чем у меня. Вот я луковой шелухе отвариваю сейчас яйца. Вот, все. Работа кипит. Работа кипит. Посмотрите, что творится. Какой хаос. О, холодильник сейчас буду мыть. И вот тот кусочек. Все. Не буду отвлекаться. Извините, если я быстро очень говорю. Потому что я боюсь не успеть и опоздать. Посмотрите, что я сегодня придумала на ужин. Я, значит, приготовила вот такие кафты. Я их положила в морозильник. И забыла про них на какое-то время. Здесь у меня одна картошка. Грибы, помидоры. И вот много кефте. И поставлю сейчас это в духовку. Но эти грибы я не использовала. Видите? Только сделала на один раз. Свеженькое, чтобы каждый день делать. Ну, не знаю, понравится ли мужу, но буду надеяться. Сделала я упорку. Сейчас покажу вам все. Вкусный ужин готовится. А мне очень захотелось мороженого. Я так давно не кушала. Ну, вот, правда, Эндер купил мне. Но там оно очень такое калорийное. Я поела одно и боюсь его сейчас еще кушать. Но что я обнаружила? У меня есть бананы, клубника и молоко. И я приготовлю себе мороженое. Но прежде всего нужно порезать на мелкие кусочки и отправить в морозилку. Минут на 10-15. Сначала я взбила банан. Затем добавила половину стакана молока. Затем добавила клубнику. И оставшуюся часть и взбила без проблем. Сейчас заполню форму. И поставлю в морозильник. Вот такое вот у меня сегодня настроение хорошее. А это гвоздички с моего огорода. Сегодня она мне муза нашла. Сейчас покажу еще, что я делала. Сегодня я также красила яйца. Крашу я их в луковой шелухе. Я их собираю очень длительное время. И промываю ее. Потом, значит, она у меня закипит. Вода эта. Добавляю я уксус столовый. И соль. И опускаю по одной штуке яйца. Так как в этом году мы со шкивом заболели, холестерин у нас повышенный, то, естественно, столько уже яиц я очень ограничиваю себя. Поэтому сделала так просто. Отварила 10 штук, покрасила. Вот так они выглядят. Хороший цвет получился. Может, камера не показывает. Сейчас они такие темненькие, да, вышли. Но ничего, потом увижу. И я их опускаю в водичку холодную. Они промоются. Кстати, знаете, что они у меня сварились. И я еще оставила их до полного остывания. И они набрали такой насыщенный цвет. Вот так вот, такие вот яйца. Ну, а вот и мои красивые яйца. Их можно еще смазать маслом растительным, чтобы они поблестели. Друзья мои, скоро приближается Пасха. Я в этом году без Пасхи, без куличей, с простыми яйцами. Но если бы я приготовила, кто бы ее ел? Мне нельзя, вы сами знаете. Пусть Бог меня простит. Зато я так старалась что-то, что-то. С наступающей вас Пасхой, мои хорошие. Вот моя чистая кухня. Как лампочка блестит, все сверкает. Только потолок не помыла, друзья. Все перемыла, ничего не оставила. Я когда мою, все капитально. И начинаю и двери, и все, что там внутри тоже. Здесь тоже все убрала. Кофе, так как мне нельзя кофе. Тут все хочу убрать. Вы сами понимаете, что если убирать, то убирать все капитально. Ну вот так выглядит, да? Все убрала. Все хочется убрать, но пока нет такой возможности купить, все поменять. А завтра я уже перейду потихоньку в другие комнаты. До, когда будет обед готов, мороженое у меня уже готово. Морозилки оно. И смотрите, это тоже такой обед красивый. Сейчас я вам покажу. Аромат вкусный. Как я его приготовила? Картофель, грибы. Вот эти котлетки. Балагарский красный. Помидорчики. Сливочное масло. Сливочное масло можно. Но вот и все. Скоро будем. Скоро он будет кушать. Я не хочу. А сегодня у меня уборка в моем кабинете. Я уже здесь все повытирала. Пыль. Все. Все стираю, вы видите. Эти одеяла потом спрячу в него внутрь. Все. И жду эндера, когда он проснется. Потому что я сама не осилила убрать эти дорожки. Вот в этой комнате уберем. А здесь пока не знаю. Также я убрала прихожую. Люстры сразу другие стали сверкать. Ну как-то так вот. А следующие комнаты я уже... Я сейчас планирую там перегладить. Очень много у меня. И после Пасхи продолжу. Сегодня я проснулась. Полседьмого. Двадцать минут шестого у меня будильник. Но встала, походила и вспомнила, что сегодня у нашей преподавательницы день рождения. Ну естественно, ей сегодня не до йоги. Можно же понять, да? Вот мой балкон видно отсюда. Видите, гвоздики я не вижу. А как красиво смотрится. Чтобы не выпасть. И вон там у меня одеяло висит. Кстати, я когда сегодня мыла окна, у меня такая была вот страшная мысль. Не дай бог упаду. А, Шкэм спит. А как и что? Сразу какие-то мысли приходят, да? Когда что-то делаешь такое опасное. Вот. Почему-то я думала, что... Я еще сюда наступила. На этот козырек. И у меня сразу плохие мысли. Ох, эти мысли надо гнать долой. И я сегодня проснулась рано. И вспомнила, что йоги не будет. И вот я решила лечь и выспаться. Я последнее время. Это перестройка у меня организма. Идет тяжело. Происходит. Хотя я все дела свои делаю. Такой же образ жизни. Ну, посмотрите. Локдаун. А сколько ходит людей. А мой муж все боится. Со мной погулять. Ничего. Сейчас вот уборку закончу. И тоже буду выходить. Здесь хоть можно рядом погулять. Все. Я перехожу с темы на темы. И никак вам не расскажу. Кто-то сказал, что непонятно, что происходит у меня на канале. Ну, так вот, продолжаю. Я сегодня проспала до 10 часов. Просыпаюсь. А, я опять одна. Мужа нету. Я как подскочила. Тахикардия появилась. Думаю, где мой муж? Что с ним? Неужели что-то плохо? Я лежу, не слышу. И выхожу я. Выбегаю, скорее всего. У зала он там сидит. Я его чуть не задушила. Грубо говоря. Поругала его, как мама. Говорю, это что такое? Говорю. Это что за режим? Вот сейчас он до сих пор спит. Что делать с ним? Я не понимаю. И он еще раз зазлился, что я командую им. Я решила эту тему. И не возвращаться к ней. Он сам себе хозяин. Не так ли? Что мне теперь делать? Я сказала, я папе и маме расскажу. Пожалуйся. У нас вот такое было небольшая ссора. Ну а что делать? Скажите мне, как вот с ним с этим бороться? Ну как? Я так стараюсь изо всех сил. Ашкаем пойдем, ашкаем пойдем. Ну нет у него сна. Вот ляжет, если ради меня ляжет. Крутится, крутится, крутится. И опять идет. Что-то надо делать, что-то надо делать. А пока что, в голову не приходят никакие мысли. Ну вот я и решила оставить Мелезь. Потому что у него были такие училки, рядом с ним находились. Сейчас их нет. Нельзя мужчин учить. И вообще никого нельзя учить. Ну можно только посоветовать и так культурной форме предложить. А мы все любим учить, кого-то учить. Вот мама меня учит, учит, учит. Сорок девять лет мне. Она мне все учит, думает, что я исправлюсь. Ну не будет такого. Вот как я посчитаю нужным, так все равно я и сделаю. И я ставлю себя на его место. И решила успокоиться. Занялась своими делами. Вот загрузила вам видео в Ютубе быстренько. Пост написала в Инстаграме. И решила и сделала медитацию. Так мне стало сразу после медитации. Хорошо. Все дурные мысли покинули меня. Действительно, я вам говорю. Это так классно. Думаю, боже, надо было мне сначала с утра встать. Может, я бы и не заметила, что Ашкемс сидит до сих пор. Как раньше не замечала. Вы понимаете, какая разница? Какая разница? Мышление у меня произошло. И вот я начала читать новую книгу. Аудио «Самый богатый человек в Вавилоне». Это уже моя четвертая книга. Я могу поделиться своими успехами за месяц. Я прочитала три аудиокниги продолжительностью, в общем, 24 часа. Я очень довольна своими результатами. И я сейчас, в мае месяце у меня тоже такая цель. Вот эта книга «Четыре часа». И во время уборки сейчас, прогулки, очень интересно послушать. Ведь я раньше как жила? Я слушала музыку, разную ерунду, которая мне ничего не научила. А слушать этих умных людей очень интересно. Посмотрим, может, расскажу вам про эти древнеримские времена сюжеты развиваются. Только начала, и когда иду до сути, расскажу вам, о чем эта книга. Сегодня заварила себе два чая. Один для похудения, а другой — липтон. И сейчас вот с этими фруктами, сухофруктами, пойду я и покушаю. Также я сделала малороженое вчера, очень классно получилось. Почему так темно у меня? Потому что я не включаю свой свет на кухне. Вчера повесили вот так же занавески здесь. Но если их всех зашторить, вообще будет темно. И я уже подумала, думаю, не надо было мне их вешать. Сейчас я пойду чайок выпью. У меня, оказывается, был еще суп и кусочек отварной курицы. Также я приготовила. Я вам покажу сейчас. Сегодня не хотела, если честно, снимать влог, но решила. Вот я приготовила себе винегрет. У меня была немножко соленая капуста, квашеная. И я себе вот чуть-чуть я поела. Посмотрим, если яндер это поедет. Ну, а также яйца положила сюда в холодильник, чтобы они не испортились. Еды у нас полно в холодильник. Я заполнила. Все у меня. Вот, видите, как заполнено, переполнено до конца. Вот. А здесь мороженое я приготовила. В общем, сейчас будем спокойны уже за все. Только надо подкупить фрукт, овощи и ягод каких-то. Пошла я на балкон пить чай. Пошла я на балкон пить чай.